Сатана, Сатана, Значение, Дьявол, Значение, Иблис Сатан, Противник, Клеветник, Отсев.Зап.Семицк, Корня Сатан буквально, Быть враждебным, Обвинение, В религиозных представлениях авраамических религий, Главный противник небесных сил на земле и в небе, Образ Сатаны в Библии Сатана и Змей, Впоследствии искусивший Еву, Иллюстрация Гюстава Доре, Отец Церкви Августины Сатана, Правая внешняя створка алтаря Отцов Церкви. 1471-1475 годы. Старая Пинакотека. Мюнхен изображение дьявола на лицевой стороне листа 290 гигантского кодекса, относящегося к началу XIII века. Иллюстрация из арабской рукописи Анналов Ат-Табари, показывающая, что Иблис отказывается падать ниц перед новосозданным Адамом. Турецкий художник Сех Калам изображает Иблиса в виде мужчины в головном уборе. Побивание камнями дьявола из 1942 года. Ангелы склоняются перед недавно созданным Адамом, но Иблис, вверху справа на картинке, отказывается падать ниц в Ветхом Завете. В Ветхом Завете Сатана. Имя нарицательное, как падшее творение Божие, как мятежный подданный державы Божьей, который против собственной воли в конечном счете может содействовать выполнению Божьего замысла. В Библии это слово относится к людям. Исключение, вероятно, составляет книга Паралипоменон, неавторитетный источник. В отношении Ангела и самое первое упоминание в Библии появляется в книге чисел, где слово употребляется в прямом значении препятствующей. В качестве имени определенного Ангела Сатана впервые появляется в книге пророка Захарии. Источник не указан 582 дня, где Сатана выступает обвинителем на небесном суде. Согласно христианской традиции, Сатана впервые появляется на страницах Библии в книге Бытие. В образе змея источник не указан 581 день цитата не приведена 584 дня, обольстившего Еву соблазном вкусить запретного плода с древа познания добра и зла, в результате чего Ева ядом согрешили гордыню и были из рая изгнаны, и обречены добывать хлеб свой в поте лица трудом тяжким. Как часть Божьего наказания за это, все обычные змеи вынуждены ходить на чреве и питаться прахом земным. Библия описывает Сатану также в образе Левиафана. Здесь он, огромное морское существо или летающий дракон, в христианстве. Христианство считает грехом и безумием любое обращение к Сатане в колдовстве и гаданиях. Церковный тропорь христианским мученикам подчеркивает немощь дерзости демонов.